Приветствую, друзья. Алексей Навальный был убит. Убит Путин. При этом абсолютно не важно, что является формальной причиной смерти. И уж тем более не важно, что будет написано в официальных документах. Я вполне допускаю версию с непосредственным убийством. Например, с отравлением или с постепенным отравлением. К сожалению, точно так же это могла бы быть условно-естественная причина. Сердце, сосуды или что-то еще. Только надо понимать, что приведшие к смерти проблемы со здоровьем у молодого 47-летнего мужчины это результат отравления и трехлетних издевательств над Алексеем в тюрьме. Поэтому либо прямо убили, либо довели до смерти, что тоже убийство. Наверное, исследовать, какая именно версия является правильной, важно для наказания всех виновных. Я думаю, команда Алексея этим обязательно займется. И если им в этом понадобится помощь, то всегда готов ее оказать. Алексей обладал настоящим политическим талантом. Он умел зажечь людей. Умел найти слова даже во вроде бы безнадежных ситуациях. Умел поддерживать в сторонниках энтузиазм и надежду на лучшее будущее. Это те качества, которые сделали Алексея ведущим политиком страны. Это те качества, которые нужны политикам демократической России. Это те качества, которые боялась власть. Это те качества, за которые Алексей был убит. Гибель Алексея – это очень тяжелая утрата для его родных и близких, для друзей и сторонников. Я сочувствую вам и выражаю глубокие соболезнования. Уход Алексея – это также утрата для демократической оппозиции, для российского общества. Особенно в тот момент, когда мы вместе согласовали и поддержали общую стратегию на этих псевдовыборах президента. Главный заказчик и бенефицар этого убийства очевиден и всем известен. Алексея Навального убил Владимир Путин. Тайминг убийства очевидно говорит о мотивах. Путин неуверенно чувствует себя перед выборами. И ему есть о чем волноваться. Сначала почти неизвестная на федеральном уровне Екатерина Дунцова за считанные недели набрала невероятную узнаваемость и популярность. Это произошло, стоило ей только заявить об участии в выборах на позиции реального оппонента Путина. Ее от греха подальше не допустили даже до сбора подписей. Затем, вдруг всеми согласованный, очень умеренный и готовый к любым компромиссам Борис Надеждин стал точкой консолидации демократической антивоенной оппозиции. Многие оппозиционные лидеры поддержали выдвижение Надеждина в кандидаты. После этого к его сборщикам подписей по всей стране выстроились такие очереди, что игнорировать эту картинку стало просто невозможно. Особенно ощутимым и значимым стал контраст между Надеждином и Путиным. Сбор 200 тысяч подписей за Надеждина был заметен всему миру, а вот как собирались якобы 3 миллиона подписей за Путина, не видел вообще никто. Сервильного Надеждина с испуганье допустили до выборов, сославшись на брак в подписных листах. Конечно, у администрации президента в любом случае остается полный контроль над результатами выборов. Допускают голосование кого хотят, сами считают или не считают голоса, сами пишут, что хотят в итоговых протоколах и сами утверждают их в своем же ЦИКе. Но для общества, для Кремля, для всех очевидно, что это административный контроль над результатом, а не электоральный. Запрос на перемены, на новые лица, на уход Путина, на окончание войны, он есть и он очень существенный. Как только этот запрос получает хоть какую-то точку кристаллизации, то он становится очень заметен всему обществу, даже без всякой хитрой социологии. На 25-м году безраздельной власти Путин, конечно, думает, что полностью контролирует системное политическое поле, экономику, медиа, бизнес. Он подготовил себе в деталях проработанный сценарий переназначения на новый президентский срок, сценарий, в котором прописаны оппоненты, явка, итоги с точностью до процента. Но все же он очень переживает, что жизнь пойдет не по его плану. Поэтому зачищают пространство от любых неожиданностей, поэтому до выборов не допускают даже Дунцову или Надеждина. Именно поэтому был убит Алексей Навальный. Мы все знали, что посадки и убийства лидеров – привычная тактика этой власти. Еще и по этой причине мы создали антивоенный комитет и объединились в демократическую коалицию, где все участники – это лидеры тех групп, которых они представляют. Если кто-то из нас уйдет, на его место придет другой. Мы уже научились работать вместе. И мы открыты для всех, кто делом показал свою способность бороться против войны и диктатуры. Я с уважением воспринял решение Юлии Навальной встать во главе его сторонников и готов объединить усилия в совместной борьбе. Последнее политическое заявление Алексея Навального касалось поддержки кампании «Полдень против Путина». Эта идея позволяет продемонстрировать отношение российского общества к Путину даже в условиях тотальной зачистки бюллетеней для голосования. Эта кампания тем действенней, чем больше людей к ней призывает и больше людей вовлечено. Суть идеи «В полдень против Путина» в том, что люди оппозиционных взглядов пришли бы на участки в согласованный момент, в полдень последнего дня голосования, 17 марта. При этом неважно, как именно люди распорядятся своим голосом, испортят ли бюллетень, проголосуют ли за любого, кроме Путина, кандидата, или вообще не примут участие. Главное, что картина очередей на участках в полдень 17 марта будет работать сама по себе. Ведь все понимают, из кого эта очередь состоит и против кого она направлена. Тысячи людей в нужный момент около избирательных участков. Они дадут реальную картину волеизъявления. Ее нельзя скрыть или сфальсифицировать. Общество, наблюдатели, журналисты, элиты – все будут знать, насколько Путин всем надоел, насколько россияне устали от несменяемости. И главное, это не очень большой риск. Люди просто пришли на избирательный участок в день голосования. Что им можно предъявить? Вы же сами их туда звали. И к тому же эти выборы, они про легитимность. Путин продает обществу элитам идею, что он легитимный избранный президент. Задерживать граждан на участках по подозрению в голосовании против Путина – это еще больший удар по легитимности. У власти просто нет хорошего ответа, если граждане откликнутся на кампанию «Полдень против Путина». Тем более, что большинство оппозиционных лидеров призывают к этому действию. К агитации за полдень против Путина присоединился и Алексей Навальный из колонии в Харпе. И это становится его последним политическим призывом. Его убивают. Убийство Алексея Навального – это уничтожение сильного и эффективного политического противника власти. Но это и запугивание общества перед срежиссированным и сфальсифицированным путинским переназначением. Это попытка погрузить граждан в атмосферу страха и апатии. И эта попытка вызвана пониманием Кремля, что оппозиция сумела найти болевую точку режима – формальную легитимность. Вас будут учить, как ставить галочки в бюллетенях, рассказывать, как их будут считать и почему режиму важна явка. Не слушайте. В этот раз ЦИК ничего считать не будет. То есть вообще ничего. Слишком очевидна проблема. Путин слишком надоел людям. Они нарисуют и явку, и голоса. Только это им не поможет, если люди в это не поверят. Как никто не поверил в 3 миллиона подписей за Путина. Поэтому очень важно и как дань памяти и уважения Алексею Навальному, и как определяющее будущее политическое действие поступить на выборах следующим образом. 17 марта в 12.00 по вашему местному времени приходите к своим избирательным участкам. Если вы опасаетесь, просто встаньте в очередь на вход, и это будет самая важная картинка с выборов. Опасаетесь меньше? Наденьте элементы одежды в сине-белых цветах российского антивоенного флага. В кабинке для голосования впишите в бюллетень имя Алексея Навального. Это увидят только члены избиркомов на обезличенных бюллетенях. Так что это сравнительно безопасно. Но членов избиркомов больше полумиллиона. А значит, узнают об этом очень и очень многие. Если вы принципиальный сторонник бойкота, я уважаю вашу позицию, если вы не хотите входить на участок, то тогда просто постойте в очереди или рядом с участком. Снимите очередь на фото или на видео выложите в сеть. Люди увидят, как на самом деле много тех, кто против Путина. Ведь их большинство. Ну а дальше как пойдет? Легитимность Путина держится на вранье, что так или иначе его поддерживает большинство. Чтобы это вранье не разоблачили, он фальсифицирует выборы, закрывает медиа, сажает несогласных, убивает оппонентов. Но как бы он ни старался, у нас есть возможность показать всем, что король голый, что легитимности у Путина нет. Это стоит сделать 17 марта. И ради своего будущего, и ради тех, кто во имя этого будущего пожертвовал жизнью, как Борис Немцов или Алексей Навальный. Счастливо вам. Путин может убить политического противника, но не может избавиться от всех, кто хочет перемен. Потому что мы – это чуть меньше, чем все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...